Оставалось уже, наверное, где-то неделя до старта чемпионата. Я понимал, что в Урарту у меня будет мало игровой практики, так как я переговорил с тренерским штабом, и получилось связаться с НОА, и меня как бы ждали в команде, и я с удовольствием принял предложение, потому что команда очень интересная, амбициозная, всегда клуб боролся за самые высокие места, и это, конечно, как бы было таким сподвигом на переход. Впечатления очень хорошие, очень хорошие условия для того, чтобы работать, прибавлять, прогрессировать, очень хороший коллектив, тренерский штаб, со всеми тренерами я знаком, с Арзуманьяном я работал, очень хороший тренер, проповедует очень интересный футбол, в общем, впечатления очень хорошие. Ну, скажу так, что вообще начинал я играть в поле, до лет 9 я играл в поле, но, скажу так, я не очень любил бегать, поэтому решил попробовать себя в воротах, и, в принципе, получилось, и с того времени начал играть в воротах. Кумиром из вратарей всегда у меня был Икер Касилес, мне всегда нравилась очень его игра, так я еще и болел с детства за Реал, поэтому, как бы, всегда следил за ним, как бы, и долгое время, как бы, вот он был для меня примером. Работать, конечно, с Каспаровым очень приятно, очень хороший, очень сильный вратарь, легендарный вратарь для Армении, как бы, естественно, у него большой опыт, очень много чему можно у него научиться, и каждый день мы узнаем что-то новое, также спрашиваем советы, он нам помогает, то есть вполне очень комфортная работа, и можно хорошо вырасти с этим тренером. У нас отличные отношения, конкуренция, естественно, здоровая, потому что мы одна команда, мы делаем одно дело, и должны при любом раскладе друг друга поддерживать, это очень важно, то есть тоже, в принципе, с Вартаном я еще в Пенике работали вместе еще давно, лет, сколько, 7 прошло, 6, вот, с Арутом так познакомились, очень хорошие ребята, поэтому все, отлично. Ну, для начала я скажу так, что, несмотря на то, что мы пропустили много мячей, это, как сказать правильно, одна игра, так скажем, нам добавила очень большое количество мячей, но по некоторым причинам мы были не особо готовы к этой игре, и, как бы, эту игру, в принципе, так сказать, чтобы она повлияла на многое, нет, и от нее отходить тоже, как бы, не было так сложно, потому что это было, в принципе, осознание, что так может произойти, с учетом того, как мы готовились к этой игре. А так, в любом случае, даже независимо от того, сколько ты пропускаешь, это уже становится прошлым, надо всегда смотреть вперед, готовиться к следующим матчам, потому что, если оглядываться назад, то тяжело будет пойти вперед. Конечно, надеюсь, ну, и команда мне очень сильно помогла, мы вообще, в принципе, играли очень хорошо, и скажу так, что мое мнение, что команда находится не на своем месте, и скажу так, опять же, из пяти игр, которые я провел за 0, я могу с уверенностью сказать, что три игры мы должны были побегать. Так, я не могу сказать, на каком месте может закончиться, я могу сказать так, что мы в каждой игре готовимся максимально, играем на победу, дальше уже, как бы, в конце посчитаем, сколько очков, какое место, как бы, мы от игры к игре идем, в каждой игре выходим играть на победу, И, опять же, повторюсь, просто пока я скажу так, что нам не повезло во многих играх, и мы, опять же, находимся не на своем месте. Скажу так, это такой момент, который много обсуждался, и он был, так скажем, ну, его проговорили не совсем верно в той ситуации. Я от сборной никогда не отказывался, сборная, это моя мечта, я всегда мечтал быть в сборной, играть за сборную. Просто на тот момент у меня было предложение перейти в российскую премьер-лигу, на что от клуба было условие, что временно я должен просто взять паузу, потому что вопрос отмены лимита на легионера в России должен был быть отменен. И, то есть, это я понимал, что это будет шаг вперед для меня в моем развитии, то есть, я буду сильнее, я буду, соответственно, больше полезен сборной, приходя из более сильного чемпионата, из более сильного клуба. Но мои слова перевернули так, что я отказался играть за сборную, таких слов никогда в моей жизни не было. Я приходил в Армению ради сборной, так скажем, и это по-прежнему остается моей мечтой, и я буду максимально работать, чтобы приглашаться в сборную. Ну, наверное, как любой футболист, естественно, мечтаю играть в Европе, но так загадывать не могу. Опять же, надо каждый день приходить на тренировки, работать, прогрессировать, от игры к игре идти и смотреть, куда заведет жизнь как бы. Поэтому хочется играть в Европе, а как сложится, это уже совсем другое. Футбол, он не так прост, как кажется на самом деле, поэтому хотелось бы в Европе, а дай бог посмотрим, может быть, получится. Болельщики всегда играют очень важную роль в футболе, без болельщиков футболистам очень тяжело, без их поддержки. И когда они приходят на стадион и гонят своих футболистов, это очень дает большой импульс команде. Поэтому хотелось бы, чтобы болельщики как можно в большем количестве и чаще посещали наши матчи, поддерживали, а мы попробуем их не подвести и попробуем радовать ближайшие матчи уже. Спасибо.